Дом 140 квадратных метров, участок земли 50 соток. На участке, если быть точным, расположено два жилых дома со всеми удобствами. Есть возможность проживания двум семям. А на участке имеется гараж, летняя кухня, подвал, необходимые хозпостройки, имеется теплица 150 квадратных метров, большой плодоносящий сад, около ста деревьев, готовый действующий бизнес по выращиванию бройлеров. Доброго дня, друзья! С вами команда Николая Сомсикова, агентство недвижимости «Титул». Мы рады приветствовать всех подписчиков, а также гостей нашего канала. Меня зовут Рубен. Для вас сегодня предоставлю обзор дома, который расположен по адресу Краснодарский край, Василковский район, Станица Ново-Малороссийская. Ниже в описании к этому ролику я обязательно укажу стоимость дома, его площадь, площадь земельного участка, конечно же номер телефона, по которому вы сможете прозвонить, задать все необходимые вопросы. Друзья, если вам понадобится помощь в подборе и поиске жилья по Краснодарскому, по Ставропольскому краю, агентство недвижимости «Титул» всегда к вашим услугам. Обращайтесь! Сразу хочу предупредить, друзья, фильм будет большой, потому что на самом деле огромное количество всего, и хозпостроек, и целые цеха, я постараюсь все как можно быстрее показать, но на самом деле вот на участке два дома, тьма тьмущая хозпостроек, вот, поэтому приготовьтесь, да, чтобы вам было легче, как шеф говорит, там, заварите чайку, кофеечку, плюшки поставьте, и вперед! Мы начинаем! Население поселка около 5000 человек, расположено, Станица, на берегах реки Бейсик. В поселке у нас есть две школы, одна из которых находится буквально в 200 метрах отсюда, то есть совсем недалеко, 200 метров, и вы, как говорится, ваши дети в школе. Здесь у нас небольшой сквер и стадион рядом, рядом также храм находится. Что еще у нас есть в этом поселке? Три почтовых отделения, детский сад, больница, дом культуры, библиотеки, отделение, фу, простите, рынок, отделение Сбербанка. Из предприятий есть птицефабрика Василковский Бройлер, предприятие Колос, Василковское отделение фирмы Агрокомплекс. Это если вы планируете именно куда-то пойти устроиться на работу, но на самом деле потенциал у этой усадьбы, так давайте назовем, такой, что вы сами можете зарабатывать огромное количество денег. До выселки, это районный центр, 24 километра, до Краснодара, 111 километров, до моря, 233 километра. Дом 140 квадратных метров, участок земли 50 соток. На участке, если быть точным, расположены два жилых дома со всеми удобствами. Есть возможность проживания двум семям. На участке имеется гараж, летняя кухня, подвал, необходимые хозпостройки, имеется теплица 150 квадратных метров, большой плодоносящий сад, около 100 деревьев, готовый действующий бизнес по выращиванию бройлеров. Есть два корпуса, есть складские помещения, все необходимое оборудование для того, чтобы самим подготовить комбикорм и продавать. Пожалуйста. Имеется синик из профнастила. Это вот я так быстро, быстро, быстро. Теперь по факту, друзья, смотрите, дорога, которая подходит к дому, она вот здесь, вот она конкретно гравийная. Вот 5 метров, видите, и асфальт. Дальше вот туда асфальт. То есть все необходимые магазины находятся 200 метров, пожалуйста. Телевышка сотовой связи, вот буквально, ну метров 300. То есть сигнал здесь будет хороший. Вот нижние провода, которые идут, это у нас оптоволокно, друзья. То есть себе вы можете провести оптоволокно без всяких проблем. По границам, я прошу прощения за качество звука, ветер очень сильно поднялся. Левая граница, здесь вот у нас вот скамеечка посидеть. Вот тут у нас ореховые деревья на придворовой территории. Места много для того, чтобы поставить машину. Но еще раз говорю, огромнейший двор, вы сможете там, я не знаю, целую свадьбу сыграть. Вот так вот. Это у нас центральный вход, калитка. Здесь у нас вот такая красота придворовая. Здесь тоже есть березы для красоты. Что у нас? Ну вот граница, получается, заканчивается металлический забор. Вот этот, дальше из профнастила, уже соседский забор. Вот это ваша правая граница. Все, еще раз напомню, что школа, детский сад и продуктовые магазины вот здесь рядышком, недалеко. Ну что, друзья, вот такие огромные сосны, их целых четыре растут. Красота, конечно, обалденно. Прямо вот красиво. И дом открыт, как бы, да, вот спилили ветки. Дом открыт, как бы, и хорошая тень летом. Въезд и сам двор у нас асфальтированный, друзья. Смотрите, сколько тут машин поместить. Я не знаю, я говорю, реально, вот в этой одной веранде тут целую свадьбу можно сыграть. Слева у нас хвойные деревья, здесь у нас вот плетущиеся, вот такая красота. И вот распашные ворота. Они сейчас открыты, от ветра завязаны. Здесь у нас, получается, как бы, отмостка и дорожка одновременно все уложено плиткой. Сейчас я покажу вам. Дом 80-го, если я правильно понял, 80-го года. Вот эта часть. Это, понятно, свежий. Тут итальянец, похож на итальянец кирпич. Вот, друзья, я обошел вокруг дома, я трещин не заметил. У нас цоколь укрыт вот так вот сверху плитка, а здесь у нас дикий камень. Я трещин по дому не заметил. Обычно вот под окнами, допустим, они бывают, над окнами бывают. Вот, но я здесь их не заметил. Я специально вам показываю. Я понимаю, что это займет время, друзья. Хочу, чтобы вы увидели, были спокойны. Телефонный кабель, кстати, заходит в дом. Но, учитывая, что октоволокно есть, проще немножко платить больше в месяц. Но зато иметь нормальную скорость. Потому что в поселке по телефонному кабелю не рассчитывайте, что будут хотя бы 3 мегабита. Это будет полный ужас по скорости. Вывод воды. Здесь у нас находится водяной колодец и счетчик. То есть основной счетчик находится здесь. А вот эта, видите, вытяжка, это сливной яма. Она находится вот здесь, вот рядом с этим деревом. Огромнейшая. Огромнейшая. То есть, собственник говорит, тут хоть по 10 человек вы не заполните эту яму. То есть она, говорит, большая, она сделана по уму. Жидкость уходит ни разу, никогда, говорит, такого не было, чтобы она заполнялась. Это вот как бы отвод, воздушка. То есть, чтобы как бы запах потихоньку распространялся, чтобы не воняла яма сама. Все, друзья, здесь я вам показал. Это у нас забор с соседями. Сделан он из металлопрофиля. Тут у нас территория красоты. Мне жалко эти розочки, но они до сих пор держатся. Я просто поражаюсь. Это у нас уже минусовые температуры. Они тут еще пытаются, как говорится, выкарабкаться. Тут у нас выходит канализация и уходит туда тоже. Там еще одна яма есть. Я покажу. Она как бы и канализационная, и ливневка сразу. По стене, еще раз говорю, я прошелся, посмотрел, я нигде трещин не заметил. Может быть, может быть, как говорится, в попыхах, бегом, потому что вот одна, ну на три кирпича буквально, на три кирпича, недалеко от окошка и все. Так вот я не вижу. Вот цоколь весь полностью сделан камнем. Все, друзья, давайте пойдем в водосток. Потому что, еще раз говорю, я даже не знаю, успели ли я за час это все снять. Очень много всего. Я постараюсь тогда меньше внимания обращать именно на хоз постройке, а больше обратить внимание на дом. Двор большой. Двор большой, сразу говорю. Вот это уже как бы соседская территория, забор. Все, 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 все. Ухожу, чтобы не нервировать тебя. Заходим. Включаю сейчас свет. Одну секундочку. Так, смотрите, здесь у нас есть место, там, ну, для складирования вещей и так далее. А дальше у нас, вот мы пройдем, посмотрим летнюю кухню. То есть она здесь отдельно. Сейчас, секундочку. Вот так вот. Сейчас, разую, секундочку. Вот, заходим. Это летняя кухня. Здесь у нас есть кран. По воде покажу. Здесь, видимо, забит кран, потому что я в других смотрю, прям вода идет. Ну, еще, кстати, стоит насос и с автоматикой. То есть, если напор будет слабо, он включится и, как говорится, догонит. Нагреватель проточный. Здесь у нас тройная розетка, четырехкомфорочная газовая плита, вытяжка есть. На стенах поклеены обои. А там, где вот плита, где раковина, у нас тут пластиковая плитка. Полы у нас везде забетонированы и постелен линолеум. Показываю вот так вот. По площади, ну, квадратов 25 наверняка эта комната будет. Здесь у нас место для двух морозилок. Собственно, мы занимались и бройлерами, и свинюшками. И поэтому, как говорится, одна морозилка, ну, как забивает животное, говорит, полностью заполнялась. Здесь у нас раньше была печь на дровах. Сейчас там поставлена форсунка. И, соответственно, форсунка греет эту кухню. Так что летняя кухня у вас зимняя кухня. Но я шучу. Вот место полежать, отдохнуть. Пожалуйста. Окна деревянные. По состоянию я нигде не вижу трухли там или чего-то гнилого. Еще раз прошу прощения, что быстро буду говорить. Это, конечно, многим не нравится. Но что поделать, что у нас просто объем того, что надо снять, огромнейший просто. Все, друзья, идем дальше. Сейчас, сейчас. Все. Собачка меня не оставит. Дотянется она до меня? Дотянется. Так, ладно. Тогда с хозяином вместе. Так, смотрите. Это у нас, получается, первый дом. Это у нас второй дом. Между ними полностью все закрыто. Навесом. Навес из металлопрофиля. Очень высокий. Вот такая труба. На ней все держится. Стены у нас отделала отделка диким камнем. Также сделана красиво. То есть, это сочетание кирпич и дикий камень. На самом деле, простор огромнейший. Еще раз говорю. Тут реально можно балетную школу открывать. Вот. Машину спокойно загнали под навес и оставили. Ну что, друзья. В дом мы зайдем потом. Сейчас я как бы покажу все технические помещения. Уже после этого в дом. Здесь у нас расположен подвал. Сейчас спущусь. Подвал выложен плиткой. Есть вот угольник ограничителя. Как бы не могу сказать, что прям суперудобно лестнице. Но, поверьте, это гораздо лучше, чем бывают лестницы, просто по которым спускаюсь. Все закрутки, это все овощи именно с вашей теплицы. Вот. Понятно, да? То есть, говорит, мы никогда ничего здесь не покупаем. То есть, все выращиваем сами. Подвал вот такой вот, сводчатый, где-то в районе 6-7 квадратных метров приблизительно. Ну, его тоже уже готовится к весне. Все. Идем дальше. Подниматься, конечно, здесь поудобнее, чем спускаться. Ну, ничего страшного. Поверьте, это гораздо лучше, чем бывает во многих домах. Так, тут у нас проход на участок. Сейчас я обязательно все покажу. Так, здесь у нас уличный туалет. Ребят, посмотрите, в каком все состоянии. Обшит пластиком потолок, а стены у нас выложены плиткой. Полы тоже выложены плиткой. Все, выключаю. Вот. Здесь у нас проход, получается, вот мне показывали, для хранения зерна. Куча всего, тоже с электрикой связанного. Розетки есть, есть освещение. Вот. Смотрите, я сейчас пройду, покажу. Вот. То есть, здесь, говорит, мы хранили и обрабатывали зерно. То есть, сделали комбикорм, вот тут и мельнички есть полностью. Еще раз напомню вам, что напряжение 380 вольт, трехфаска. Это все, вот это, как бы, цех по изготовлению комбикорма. То есть, если вы захотите зарабатывать, никаких проблем, то это все можно здесь устроить. Это то же самое. Как бы, два отделения сделаны. Вот, все. Дальше не задерживаясь. Все, закрываю. Здесь я вам все показал. Да, да, запутался. Все, вот с этой стороны дверь. Сейчас пойдем, посмотрим на все, что связано именно с хозпостройки, все, что связано как бы с выращиванием бройлеров и так далее, и так далее. Вот, с этой стороны. Мы с той стороны зашли, видите, отсюда тоже двери есть. То есть, отсюда тоже можно зайти. Пожалуйста. Все. Так, здесь у нас свинушник на 80 свиней. Я мельком, да, 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 я мельком покажу. Просто 4 отделения, собственник сказал, вот 4 отделения, по 20 свиней в каждом отделении. То есть, если что, друзья, если планируете именно зарабатывать на земле, пожалуйста, здесь это все уже для вас все полностью подготовлено. Я напомню, что все полы полностью забетонированы. Все, друзья, иду дальше. Это для хранения зерна, да, у вас тоже получается? Это раньше там стояла у нас вот эта мельница. А сейчас же вот мельница у нас, 3 в 1. Она смеситель, перемалывает, смешивает и гранул. Да, друзья, здесь игрушки не детские. Здесь все круто, видите, да? То есть, если планируете вот именно комбикормом сделать комбикорм, выращивать бройлер, пожалуйста, это все к вашим услугам. Сами постройки, это блочная постройка. Кстати, я здесь пробежал, пролетел, забыл сказать, что здесь тоже есть вот такое помещение, ну, как под навесом территория небольшая. Собственник говорит, мы их тоже использовали, когда, допустим, свиней держали, там, для кормов и тому подобное. То есть, здесь у вас все это удовольствие есть. И плюс, смотрите, здесь есть вывод воды. И получается... А, ливневка туда идет, да, получается? Все. Вывод воды здесь у вас есть. То есть, если что, пожалуйста, вы можете пользоваться. Ну что, друзья, пойдемте дальше. Так, вот она сама мельничка, видите? Тут все, я еще раз говорю, там, взрослые игрушки, как говорится, все очень конкретно сделано. Здесь у нас есть колодец. Именно не бассейн подземного хранилища, а именно колодец. С него, видите, также шланг идет, то есть, насос выкачивает воду. Так, что у нас здесь? Вот здесь вот как раз две ямы, собственник сказал. Вот это ливневая канализация, то есть, вот здесь вот эти две ямы присутствуют. Ну, это только отсюда. То есть, из дома у нас на улице. А я, да, он подсказал, я показал сам, где орех растет, вот, около дома. Да, 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 да. Здесь, друзья, вот тоже есть такая территория под навесом. Пожалуйста, это у нас еще один свинушник. Вот, я быстро все показываю, чтобы потом более подробно показать именно сам дом. Собственник говорит, что когда надо отделить какую-то группу, допустим, там, ну, предположим, там, молодняк, да, раз сюда бросили и все. То есть, это специально вот тоже для свиней, но вот если надо отделить именно. Все, друзья. Если, допустим, больше их народилось, кто его знает. Так, вот здесь, о, гусей нету. Это радует. В прошлый раз они меня чуть не заклевали здесь. Вот такой вот у вас участок есть. Чуть попозже зайду, покажу. Вон, гуси в заточении у нас находятся. А здесь у нас, смотрите, под навесом, навес у нас, получается, металлопрофиль, да, а балки у нас деревянные. Все здесь полностью, все полы забетонированы. Здесь у нас спокойно помещается газелька. Видите, да? Вот она спокойно тут, как говорится, отдыхает, ждет, когда ее будут использовать. Здесь у нас вот такой небольшой дровник, собственно, говорит, это дровник так чисто на шашлыки, там вот тут все. Опять, это территория, ее тоже можно будет пользоваться. Вот так вот. Все из металлопрофиля, все зашито, закрыто. То есть, как говорится, от дождя, от непогоды. Ну что, друзья, давайте потихоньку будем смотреть. Здесь у нас расположены цеха по выращиванию бройлеров. Первое, на что хочу обратить внимание, вот тут вот этот щиток, собственно, с гордостью так показывал. Это сердце, это, как говорится, мозг всех этих цехов. То есть, говорит, все здесь продумано, все сделано с запасом. Так что пользуйтесь на здоровье. Вот видим, корпус 1, корпус 2. То есть, как бы здесь все показывается. Вы можете по данным уже сверяться, что у вас аппаратура вся в порядке. Все работает, как говорится, в штатном режиме. Ну что, вот еще один есть дровник. Пожалуйста. То есть, здесь вот можно вот такие чурки вылетнуть. Забрасывали в котел и все, он отапливал все помещение. Что за котел, сейчас покажу. Тоже все обшито металлопрофилем. И крыша у нас тоже металлопрофилем. Все, друзья, пойдемте. Заходим. Это у нас первый цех. Захожу сюда, вот он. Одна печь, а в другом корпусе там котел немножко побольше. Здоровый. Есть также емкость, видите, для воды. Пожалуйста. И отсюда вода поступает по паилкам. На данный момент закрыта территория. Сейчас я покажу. Вот, зайду. Сейчас здесь именно все закрыто. Так, где же у меня кнопочка на максимум включить? Ладно, не буду о грустном. Здесь свет выключен. Во втором корпусе включен. Я вам покажу. На самом деле корпус здоровый. Я не знаю, ну метров 30-40, может быть и больше. Вот это вот поилки для бройлеров. То есть, если что, друзья, целых два корпуса для выращивания птицы у вас есть. Так, ну что, идем далее. Это, видимо, с участка урожай. Здесь, кстати, тоже подвод воды со счетчиком, чтобы все контролировать. Дальше у нас второй корпус. Здесь вот все, собственно, я его попросил, говорю, не выключайте свет. То есть, такой же по длине. Он здоровый, огромный. Тут все сделано из блоков. Полы у нас забетонированы. То есть, пожалуйста, захотите выращивать птицу. Там вентиляторы промышленные, такие профессиональные. Здесь у нас есть желези. То есть, когда жарко, специальная система кондиционирования срабатывает. То есть, там вода поливается, и моторы как бы включаются, и прохладный, влажный воздух сюда поступает. А вот он как раз котел. Видите, да? Он на дровах. Он подогревает горячий воздух, а вентиляторы его как раз продувают. Вот это горячий воздух. Все вот эти вот, как говорится, ну, ролеты, или как их правильно уже назвать, существуют для того, чтобы управлять климатом. Все, друзья. А, кстати, кстати, вторая бочка, вторая емкость у нас для воды, это как раз вот по елкам идет вода. Все, друзья, идем дальше. Идем дальше. Так, я выключаю лампочку, чтобы пока не тратилась энергия. Так, дальше на территорию гусей, слава богу, их загнали. Вот здесь у нас есть теплица. Теплица, друзья, 30 на 5 метров, то есть 150 квадратных метров у вас есть. Разделена на две части. Возможно, либо для разных культур, либо, либо, допустим, там, рассаду в одном месте, а потом высаживать другую, как бы здесь, вот так вот. Поливалка есть. Собственник все расскажет в подробностях. Он говорит, смысл не тратить на это время. Когда люди приедут, я все полностью расскажу, что, как сделать. Дорожка бетонирована. Еще раз говорю, здесь он выращивает помидоры, огурцы, всю полностью там, зелень и тому подобное. То есть, собственно, говорит, мы ничего не покупаем. Только здесь. Так, ну что. Выходим, идем далее. Это вот все. Корпуса, вы видите, крыша металлопрофиль. Все тоже обшито металлопрофилем. А сама теплица из поликарбоната сделана. Ну что. Давайте вот так вот пройдусь по бетонке. Отмостка где-то сантиметров 70, наверное, есть. Водосток даже есть. Вот так вот. Все круто. Так, теперь по земельным границам, друзья. Сейчас объясню. Это вот цех. Вот как раз, видите, вот эти вот. Забыл, шторки металлические. Вот. Они открываются. Вентиляторы начинают. Вот они, видите, от ветра тоже. Вот. Вентиляторы работают. И как бы прохладный воздух гоняют. Чтобы птица не задохнулась. Вот это ваша граница. Вот отсюда. Вот так, вот так, вот так, вот так. До столба. Видите, вот столбик. Тут, ну сколько, метров 15-20. Наверное, вот так вот. 20. Вот до столба. Это я вам показал левую границу. Дальше, смотрите, друзья. Позади, позади теплицы у нас вот такой вот сад есть. Есть и вишни, и черешни. Вот. Орехи. Новые, ну, молодые деревья. Тут у нас огромное количество смородины. Большое. Вот. Идем, идем, идем. Идем, чтобы я вам показал границу. Теперь смотрите, друзья. Вот она как бы граница вот так вот прошла. Дальше она идет... Сейчас, секундочку. Дальше. Вот так, вот так. То есть вот этот пятачок небольшой. Вот так вот. Вот так. И вот по этому, видите, вот здесь вот как межа такая вот небольшая. Вот это дальше идет, ваши границы туда, в ту степь. Ну что, давайте пройду, покажу. Деревьев много, реально их тут, как бы вам хватит. Собственник говорит, мы не всегда успеваем, как бы, ну, приготовить. Даже яблоки пропадают. По яблокам, кстати, тут вы видите, в два ряда они высажены, все яблоневые деревья. Есть груши в конце, есть еще грушовые. Здесь у нас более ранний сорт, а здесь у нас более поздний сорт, насколько я правильно понял. Да, да, здесь поздний, они еще некоторые висят. Вот. По земле, друзья, смотрите, как вам бы объяснить. Собственник лучше объяснит, конечно, а по вот этой меже, которую я вам говорил, вот здесь вот, просто опознавательных никаких знаков нет. Вот так идет до посадки, и вот видите деревья, вот это все ваша территория. То есть, где зеленая, это уже соседская территория, ну, чужая территория. Я тут домов не вижу, конечно, тут поле какое-то. Вот. По деревьям это ваше. Ну что, пойдемте дальше. Вот как раз два ряда яблони. Вот, я пытаюсь как можно быстрее, друзья, ну, простите. Потому что, ну, никому не интересно смотреть там час-полтора, но только реальные покупатели, они отметят это. Вот они, яблоки тут попадали. Вот, это я обхожу теплицу, видите, да, вот она теплица. Цеха я вам показал, вот они еще некоторые висят. Ну, за ними в этом году, в этом году, собственно говоря, я уже не ухаживал. Продают дом, еще раз говорю, они не избавляются, то есть, они на этом заработали, да, как говорится, на дом, возможно, еще уж на что-то, не знаю. Как бы, но они говорят, от дома мы не избавляемся, просто мы уже по возрасту, мы просто не потянем больше ничего. Вот, кизил есть, есть ореховая новая, груша. Так, вот смотрите, вот здесь находится скважина. То есть, скважина дает основную, вот, скважина и колодец дают основную воду именно для полива участка. Теперь, смотрите, получается, все замудрено, вот, оттуда граница идет вот сюда, вот, видите, до сетки. И по сетке, вот так вот идет, эта сетка еще ваша. И вот по сетке вот так вот ограничивается забором. Ну, вот такая вот она интересная граница, вот туда, потом так, потом так, то есть, вот такая вот граница. Ну, еще раз говорю, земли у вас тут немерено просто, то есть, как говорится, захотите еще там барашков, допустим, легко, скажите, огородить территорию и, пожалуйста, держите. То есть, конец вашей территории, вот этот забор. Сейчас я пройду, покажу. Вот, видите, вот они, наши гуси. Вот так вот, это граница вашей территории. Здесь у нас тоже еще одна бочка, емкость для хранения воды, пожалуйста. Вот, идем далее. Да, хорошо, что я галоша делал. Так, 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 ну что, здесь мы переходим. Так, у нас вот такая небольшая территория есть под навесом, навес из металлопрофиля. Он для плуга, для косы, как говорится, для шлангов и так далее. Что у нас здесь? У нас здесь два коровника. Сейчас, друзья, подождите, я включу свет, тут у нас вообще все без света. Ну, в смысле, я не знаю, где включается. Вот. Она, она вот здесь, да? Не, ну ладно, не будем о грустном. Розетки также есть. Сама постройка кирпичная. Для четырех коров. То есть, две коровы здесь, две коровы здесь. Канализация, все проведено. Вот в углу, там канализация. Я во втором помещении как раз вам покажу это. А сами полы у нас забетонированы. Вот такое помещение. Потолок у нас обшит полностью деревом. Есть освещение. Но сейчас просто не держат ни свиней, ни коров, ни быков. Ничего не держат. Говорит, в одном помещении мы держали быков, в другом помещении держали коров. То есть, для бизнеса, да, это как бы помещение. Если вы планируете здесь работать, да? Как раз, и то, пожалуйста. Вот тут все забетонировано, видите? Это кормушки их. И вот там вот внизу, вот там внизу, есть, то есть, отвод жидкости. Ну, мочи. Так, вот, пожалуйста. Вот такое помещение есть тоже для двух, для четырех бычков. Так, все, закрываем. Все. Так, ну что, друзья, тут у нас что-то плетется. Ну, что-то из Коли Плюс, что ли, под Розы, не знаю. Еще раз покажу вот так вот. То есть, вот он, я оттуда заходил. Помните, вон Газель, там ЦХ. Дальше у нас, получается, теплица, сад. И вот тут коровник для быков, как говорится. Вот это у нас свинушники, помните, я вам показывал. А здесь вот место для выгула птицы. Я пытаюсь переорать их, это бесполезно. Так, сейчас войдем. Еще одна постройка, с этой стороны обшита металлом. Сейчас я зайду, покажу вам. Это у нас, друзья, синик на тысячу тюков сена. То есть, если что, смотрите, ребят, вот такое огромнейшее помещение. Даже если вы его переделаете там под цех, легко. Все полностью обшито металлом. Вот, крыша у нас, получается, шифер, деревянные балки. Ну, все, честь по чести, ничего гнилого, ничего такого нет. Вот такой вот огромный снег. Тысяча тюков заходит сюда. Тут нужно, как бы, иметь недюжу, смелость, чтобы, как говорится, управляться совсем. Здесь держали кроликов. Вот эти вот стеллажи специально сделали, ну, клетки делали. Здесь держали кроликов. Все. Выхожу. Здесь я все показал. Возвращаюсь обратно. Место для выгула гусей, видите, большое. Так, здесь я, ну, вроде у меня чистая обувь. Сейчас секундочку почищу. Да, чистая. Все. Возвращаемся назад. Уже покажем сами дома. Идем, 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 идем. Так, ну что, друзья, начнем со второго дома. Вот он здесь расположен. Еще раз я вот покажу вам обзор, да, помедленнее, чтобы... Вот тут первый дом сейчас, я перешел на первый дом. И тут двор. Вот заезд для машины есть, пожалуйста. Если что, под навесом можно загнать машину. Ну что, друзья, давайте пойдемте посмотрим. Это уже, как бы, второй дом. Так, захожу. Металлическая дверь. Везде двери металлические. Входные. Так, ну что, это у нас вот такая вот гардеробная прихожая. Где-то около четырех с половиной квадратных метров. Тут у нас расположен сам гардероб. Полу у нас плитка. Вот, пожалуйста. На стенах поклеены обои. Розетка есть. По потолку. Потолки везде гипсокартон. Вот. И по штукатурин. Есть потолочные светильники. Здесь у нас получается электрический счетчик. Вот. Есть. Ну что, друзья, отсюда мы, если повернем налево, попадем в, скажите, в кухню. А сюда, если повернем, то мы попадем уже в зал и дальше пройдем в спальню. Начнем, как обычно, по часовой стрелке, пройдем в кухню. Межкомнатные двери в хорошем состоянии. Вообще по дому делался ремонт, собственно, не говорит. То есть внутри мы делали полностью ремонт. Ну что, друзья, давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас окошко на две позиции открывания. Москитная сетка установлена. Откусы у нас сделаны. Шпаклеваны и покрашены. Подоконник пластиковый. Все. Показываю. Вот так вот. Панорамой вам помещение. Кстати, отопление газового котел на два дома в самое холодное время уходит пять тысяч. Это очень здорово. Это значит дома теплые. Ну да, собственник фалил, говорит, теплый дом. Так, стены поклеены обоями. У нас есть место для телевизора. У нас есть диван, на котором можно полежать, как говорится, посмотреть этот телевизор. Я к чему говорю, не рекламирую мебель. Просто собственник сказал, что если по той цене, которой указано, договоримся, я все полностью в домах оставлю. Вот так вот было сказано. Газовая колонка для того, чтобы нагреть воду. Здесь у нас получается раковина. Холодная, горячая вода. Вот видите. То есть я вам показываю именно напор. Вот это горячая вода. Холодная будет еще больше. То есть этого напора вполне хватит, чтобы, как говорится, отмыть овощи, фрукты и тому подобное. Все. Трубы отопления у нас вот так вот проходят по двум стенам. Здесь у нас четырехкомфорочная газовая плита. Вытяжка также у нас присутствует. Навесные напольные шкафы. Вот он весь гарнитур. Еще раз говорю, что если по цене, он говорит, мы договоримся, я оставлю все. Место для холодильника. Также вот такая новая межкомнатная дверь. И мы с вами попадаем... Ой, ну вообще замочек для... Это супер. Никакого люфта, ничего постороннего. Замечательно. Мы с вами попадаем, получается, в душевую. Здесь у нас душевая кабина находится. Кабина в хорошем состоянии прям. Вот, пожалуйста, показываю. Вот, никаких признаков, знаете, там, белые извести и тому подобное, ничего такого. И здесь у нас есть раковина, пожалуйста. Ну, гарнитур. Стены полностью все поклеены, плитка. А потолок у нас пошпаклеван и покрашен. Вот. И тут место повесить, как говорится, одежду и полотенчики. Где-то около двух квадратных метров. Около двух квадратных метров. Все. Душевая кабина, раковина. Идем далее. Ну, давайте так, на прощание покажу. Кухню. По площади это будет около 15 квадратных метров. Все. Высота потолка... Сейчас скажу... Дайте пять секунд. Сейчас, 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 секундочку. Я замерю быстренько. Два метра и девятнадцать сантиметров. Два двадцать, грубо говоря. Я с ковра мерил. Два двадцать у вас высота потолка. Все. Кухня, столовая, как говорится. Здесь есть выбрать диван. Допустим, там сделать мини-диванчик. А здесь вот будет шикарно. Стол, стулья поставить. По ширине спокойно подойдет. Полы, напомню, у нас выложены плиткой. То есть, вот это место рядом с окошком. Это будет шикарное место для стола. Как говорится, посидеть, покушать и так далее. Как вы уже, как говорится, запланируете. Ну что, друзья. Идем дальше. Здесь у нас тоже плитка. А вот уже в зале у нас постеленный ламинат. Еще раз напомню, полы, бетонная стяжка. В зале у нас два окошка. Они оба глухие. И выходят они уже под навес. Трубы отопления проходят под подоконниками. И, получается, занавески их закрывают. Откосы пошпаклеваны, покрашены. На стенах у нас поклеены обои. Сейчас я закрою дверку, чтобы показать вам панорамы. Еще раз говорю, ремонт сделан, по-моему, мне сказали, в прошлом году. Да, в прошлом году. Ремонт сделан. Так вот место и для книг, для журналов. Два кресла, большой стол. То есть, говорит, основные гулянки у нас проходят здесь. То есть, празднование, допустим, праздников каких-то, день рождения, Новый год и тому подобное. Место для телевизора, сплит-система, розетка под ней есть. Обои, еще раз говорю, да, сделаны очень приятно все. Ну, уголок единственное, вот, как бы, когда клеили, видимо, не очень хорошо проклеили. Ну, в смысле, как обычно вырезается угол, вот. А здесь они потянули его с запасом. Сделали и немножечко неровно. Хорошо. Это я уже капризничаю, друзья. Реально капризничаю. Потолок у нас гипсокартон и пошпаклеван, покрашен. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть точных светильников. Ну, и место посидеть, отдохнуть. Диван полежать можно даже. Как говорится, гостей принимать можно. Большой зал. Зал будет около, ну, больше 30 квадратов однозначно. Сразу говорю. Так, здесь также, это спальня, у нас полы также ламинат. Новая также дверь, видим, со стеклянной вставкой. На стенах поклеены обои. Потолок, потолок у нас также пошпаклеван. Я вначале думал натяжной, нет, пошпаклеван гипсокартон. Пошпаклеван, покрашен. На стенах поклеены обои. Получается, по трем стенам у нас идут трубы отопления. При следующем ремонте это все можно спрятать. Стены приштробить, вот, чтобы здесь не было труб и так далее. Двухспальная кровать помещается. Два шкафа. Здесь шкафа помещается в богатый русский язык. Сама комната будет ориентировочной около 12-13 квадратных метров. Это спальня. В спальне есть у нас окошко. Она открывается. Москитная сетка присутствует. Обои, ну, очень приятные. Мне нравятся. Реально, ну, такое, ну, приятное ощущение создаётся. Здесь у нас три розетки. Получается гнездо. Гнездо телефона и гнездо антенного кабеля. Возможно, здесь будет телевизор, а кровать будет переставлена в тот угол. Там уже вы решайте сами. Вот такой вот, вот такая спальня у вас есть. Напомню, потолок, высота потолка 2 метра 20 сантиметров. Всё, друзья, это второй дом. Ещё раз так вернёмся. Здесь у нас большой зал около 30 квадратных метров. Спальня около 13 квадратных метров. Дальше у нас небольшая прихожая. Она же коридор. Вот. Гардеробная, как вы её назовёте. И кухня с ванной. То есть туалет либо на улице, либо в тот дом заходить в первом. Всё. Выхожу. И иду в первый дом, основной. Так, сейчас я убьюсь. Секундочку дайте мне. Вообще место, вот сам двор, конечно, мне нравится. Он очень такой большой. И денег сюда вложено, поверьте, ну немало. Вот эту вот отделку только сделать. Это как бы, ну, не шутки. Пластиковая огромная дверь. А вся веранда, то есть обстеклена, металлопластик. Я не знаю только, насколько здесь потянут именно окна. Давайте зайду. То собака пытается меня перекричать. Ну, вот так вот, если посчитать, смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять окон. Там две двери, тоже со стеклянными вставками. Вот посмотрите, какая огромная веранда. Это просто огромнейший. Вот он, сам дом. Тут металлопластиковых окон, я даже не знаю, на какую сумму. Поэтому, ребят, учитывайте это, как бы, да, покупая дом, что здесь вложено очень много, как говорится, труда, денег, усилий. И вот такой вот навес, это только ваша веранда пока. Еще раз говорю, здесь вот можно, такие праздники для детей, тут вообще будет благодать. И две металлопластиковые двери, вот, они у нас открываются тоже со стеклянными вставками. Ветер у нас усиливается. Тут у нас падают шишки, не переживайте, то есть сам поликарбонат, он чистый. Просто вот хвоя, шишки падают. Специально сделан тоже поликарбонатом для того, чтобы свет проникал из с этой стороны, вот сюда, на эту веранду. И вот показываю веранду, еще раз, да, посмотрите. 80 квадратных метров. 80 квадратных метров, собственно говоря. Это здорово. Освещение везде, видите, лампы, вот, лампы дневного света везде присутствуют. 80 квадратных метров у вас только веранда, друзья. Ну что, заходим. Вот, вначале у нас небольшая прихожая. Если можно звук, да, выключить, спасибо. Вначале у нас небольшая прихожая, около 4 квадратных метров. Полы у нас уложены плиткой, а стены у нас и потолок полностью обшиты деревом. Смотрится, конечно, очень здорово, так, по-теплому, по-домашнему. Вот я включил, пожалуйста, посмотрите. Тут потолочные светильники. Я так понимаю, что я еще включил уличное освещение. Да, вот показываю, что горит, видите, лампы. Хорошо. Давайте я выключу, чтобы не транжирилось электричество. Здесь у нас вход. Сейчас я войду, покажу котел. Вот оно, сердце нашего дома. Пожалуйста. Здесь у нас есть расширительный бачок и насос в системе. Еще один насос тоже параллельно в трубе встроен. То есть, как бы, оба насоса, они прогоняют воду, чтобы... Ну, как бы, экономия хорошая на отопление, благодаря этим насосам. Здесь у нас тоже, как небольшой гардероб, пожалуйста, есть. Стены у нас пошпаклеваны, покрашены. Есть окошко, которое открывается на две позиции открывания. Москитная сетка установлена. Подоконник пластиковый, откосы просто поштукатурены. Есть осветительный прибор. Все. Заходим. А, я забыл сказать, что, друзья, что полы здесь плитка. Вот так вот, забетонирована плитка. А потолок у нас также, вот видите, пошпаклеван, покрашен. Все. Теперь заходим в дом. Металлическая входная дверь на два замка, пожалуйста. И дальше мы с вами попадаем в первый дом. Вот второй посмотрели, сейчас первый дом. Я вначале подумал, что здесь штукатурка. Нет, друзья, это такие объемные обои. Вот, тоже под покраску. То есть, смотрите, заляпали что-то, не проблематично. Берете краску, красите и освежаете заодно сразу стены. Потолок у нас пошпаклеван, покрашен в разные цвета. Вот это сочетание белого, бирюзового, зеленого. Смотрится очень приятно. Не зеленый, а изумрудный. Точные светильники на потолке. Это у нас как бы зал одновременно. Так как и гостиная, и зал все вместе. Есть осветительные приборы настенные. Тут у нас сплит-система поставлена. То есть, как говорится, охлаждаться будет очень здорово. Помещение летом. Как говорится, не будете в жаре сидеть. Раз, два, три окна с этой стороны. Боковые окна, они у нас глухие. А посередине окошко открывается. Сейчас проверю. На две позиции также открывается. Москитная сетка присутствует. Подоконники пластиковые. Здесь откосы пошпаклеваны, покрашены. Друзья, никаких признаков, никаких признаков, допустим, скажите, как о плесени или грибочках. Здесь ничего такого нет. То есть, окна чистые. Показываю вам специально, чтобы вы видели. Окна чистые. Все. Радиаторы. Сейчас покажу, извините. Радиаторы отопления металлические. Здесь трубы пластиковые, а радиаторы металлические. Полы, бетонная стяжка и у нас постелен ламинат. Убегайте, а то в кадр попадете. Не, не, вот туда. Ага, спасибо. Вот такой у вас зал. Показываю. Такой угловой диван спокойно поместился, видите. Зал, он одновременно исполняет функцию и коридора. То есть, отсюда, благодаря залу, у вас есть изолированные комнаты. Проходят. Вот только по ширине межкомнатной стены, да, можно уже судить об этом доме. Так, а вот здесь у нас такой закуточек небольшой. Это как вот, знаете, для личного кабинета. Здесь можно спокойно поставить компьютерный стол. Есть радиатор отопления, то есть, не холодно вам будет. И одно окошко выходит под навес. Тоже у нас, видите, обои под покраску только другого цвета. А потолок у нас гипсокартон. Вот. И пошпаклеван, покрашен. Вот. И, соответственно, здесь есть три точечных светильника. Напомню, что поло у нас ламинат. Межкомнатные двери деревянные, со стеклянными вставками. Вот так вот. Ну что, друзья, давайте, как бы, просмотрим по очереди. Ну вот, я зайду против, как говорится, себя иду. Тут у нас, кстати, датчик теплых полов. Теплые полы у нас находятся в ванной только. Заходим в ванную. Что у нас здесь есть? Для начала. Теплые полы. Забетонирована плитка, понятно. Плитка также у нас на стенах. Видите, до потолка все полностью поклеена плитка. Плитка очень хорошая, приятная на вид. Смотрится очень хорошо. Далее у нас раковина, говорю, ванна большая. И она экранирована тоже, получается, такой же плиткой. Да, да. И есть вот доступ к коммуникации. То есть в ванной у нас есть сама ванна. Тут у нас стиральная машина. Все коммуникации к ней подведены. Далее вот такой вот гарнитур. Ванная. Днем раковина. Шкафчики с зеркалами. Здесь у нас находится туалет. Унитаз, простите. Неправильно выразился. А вот это у нас получается для душевой кабины розетка. Все. И тут есть еще приточная вентиляция, пожалуйста. Потолок у нас также пошпаклеван, покрашен. И есть точные светильники. То есть захотели в душ, пожалуйста, можно в душевую кабину. Он говорит, мы сейчас не пользуемся, мы туда заложили вещи и все. Нам удобнее в ванной. Ну, пожалуйста, как вы захотите. По площади ванна будет около 8-9 квадратных метров. Вот я показываю вам. И отсюда. Все, друзья. То есть тут унитаз, душевая кабина, раковина, стиральная машина и самая ванная. Ну и радиатор отопления металлический. И есть вот для белья, пожалуйста, такая небольшая сушилка есть. Все, друзья. Идем далее. Заходим. Здесь у нас получается как кладовая небольшая. Палы у нас выложены плиткой. Также на стенах поклеены обои. Есть вот место для гардероба небольшой. Люк на чердачное помещение. Потолок у нас также пошпаклеван, покрашен. С левой стороны, вот рядом с гардеробом, у нас есть, получается, газовый щечек. Тут у нас окошко открывается для проветривания с москитной сеткой. Вентиляционное отверстие. А вот здесь у нас находится колонка для нагрева воды. Также все вот электрические узочки, все здесь собраны в щитке. Радиатор отопления. Значит, скажите, насос для подачи воды. Сейчас он выключен. И насос в системе отопления. Пожалуйста, фильтр один тоже тут имеется. Само помещение где-то около двух квадратных метров. Показываю. Чисто хозяйственное, как говорится, помещение. Все, закрываю. Состояние межкомнатной двери. Видите, да, никаких там коцок, как говорится, трещин и тому подобное. Все в хорошем состоянии. Сейчас я закрою эту дверку, покажу панорамой комнату и пойду дальше. Вот отсюда показываю. Место для рабочего кабинета. Пожалуйста, вот он, сам зал. Все. Ну что, друзья, пойдемте дальше. Дальше у нас вот такая вот, как гостиная. Это как проходная комната или прихожая, как вы уже назовете. Ну, давайте прихожая. Проходная комната. Здесь у нас места достаточно для двух прекрасных кресел, как говорится, посидеть, отдохнуть. Захотите, здесь также можно поставить телевизор. Стенка, видите, большая. Пожалуйста. И отдыхать в свободное время. Потолок у нас здесь, значит, поклеен обоями под покраску. Есть четыре точечных светильника и люстра. Очень нравится именно вот такая арка. Да, и вот такие вот проемы сделаны для цветов. Да, искусственно, но вид создают очень приятный. Такой вот располагает к уютной домашней атмосфере. Дальше у нас проход в гостиную и в спальню. И тут проход в спальню. Еще раз говорю, ремонт делался в прошлом году. Все свеженько, аккуратненько. Пало у нас также бетонная стяжка из пластельного ламината. С этой стороны в комнате есть два окошка. Вот показываю их, смотрите. Оба выходят на веранду. Откосы у нас, получается, пошпаклеваны. А, нет, стоп, 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 стоп. Показалось пошпаклеваны. Поклеены обоями под покраску. Это еще лучше даже, быстрее освежить получится. Радиатор отопления здесь. И здесь у нас окошко. Я только через занавеску уже не пробьюсь. Оно открывается, друзья. Вот я отсюда вижу. Оно открывается также на две позиции открывания. Радиатор отопления также здесь присутствует. Показываю панорамой. Комнату. Комната небольшая. Где-то около 9-10 квадратных метров. Сколько? 3 на 4. 3 на 4. 12 квадратов мне подсказывает. Вот так вот. Ну да, здесь будет 4 метра. Каюсь. Главное вовремя поправиться. Все. 12 квадратных метров. Все. Ну что, давайте заглянем сразу вот в эту спальню. Покажу ее и уже пойдем дальше. Так, здесь будет 1, 2, ну 3,5, где-то на 2,5 квадратных метра комната. Есть вот спальное место, пожалуйста, допустим, для ребенка здесь будет, как бы, да, для одного спокойно, как говорится, места достаточно. Если что, здесь и вторая кровать поместится. Ну, как бы, если здесь комната для одного ребенка, то смотрите, здесь спокойно можно поставить компьютерный стол, да, и, как говорится, ну и шкаф небольшой поместится. Что у нас по стенам? Стены поклеены обоями. Ребята, обои очень приятные такие, вроде бы, как бы, без особого супер-пупер рисунка, но смотрятся они очень приятно. Реально приятно. Такого песочного, красивого цвета. Тут у нас розетка одна, розетка вторая. Дальше. Одно окошко находится у нас здесь. Она выходит на соседскую территорию. Откос у нас также поклеены обоями. Окошко на две позиции открывания. Друзья, я хочу показать, что никаких, еще раз говорю, никаких признаков грибка, здесь ничего подобного нет. Подоконник пластиковый, радиатор отопления металлический. Полы ламинат. Вот. Еще раз покажу отсюда. Потолок у нас также поклеен обоями. И два вот таких вот красивых потолочных светильника у нас присутствуют. И вот он, как раз, дверь на выход. Попробую сейчас отсюда показать еще раз. Вот у нас такой вот парфюмерный столик здесь есть, да? И отсюда показываю комнату. Где-то приблизительно 3,5 на 2,5 квадратных... На 2,5 метра, простите, квадратных, тут уже ни к селу, ни к городу. Идем дальше. Далее мы с вами проходим как бы в гостиную. Тут спокойно можно принимать гостей, когда приезжают к вам. Там внуки, допустим, здесь на диванчике могут спокойно поспать. Здесь комната побольше. Ну, грубо говоря, около 15-16 квадратных метров будет. Вот. На стенах у нас также поклеены обои. Полы у нас постелен, ламинат. Здесь место для дивана растений. Тут у нас 4 розетки и гнездо для антенного кабеля. 4 окошка в этой комнате присутствуют. Пожалуйста, это здорово. Под каждым окном находится радиатор отопления. Полы, я вам говорил, постелен, ламинат. Это окошко у нас глухое. Это тоже глухое. Это открывается. Это глухое. Вот таким образом. Все распределилось. То есть проветрить эту комнату вы сможете очень и очень легко. Все, показал. И давайте с этого уголка. Кстати, еще одна розетка здесь присутствует. Обои, еще раз говорю, очень приятные. Вроде бы нету супер-пупер рисунка, но такие теплые, сочного цвета. Смотрятся очень хорошо. На потолке у нас также поклеены обои под покраску. Есть 4 потолочных светильника и люстра. Все. И дальше у нас проход и еще одну спальню. Дверка в хорошем состоянии. Прямо по замку видно. Все здорово. Большая двуспальная кровать здесь поместилась. Также у нас окошко на открывание на две позиции. У нас пластиковый подоконник. Обоями также поклеили откосы. Вот. Потолок у нас также поклеен обоями под покраску. Два потолочных светильника здесь присутствует. Три. Простите. Три. Вот. Здесь у нас расположен шкаф для вещей. Такого-то он красиво, приятно смотрится. Конечно, здорово. Полу у нас ламинат. Розетка у нас здесь присутствует. Возможно, и там есть где-то, но и нет. Там нету. Вот. Комната по размеру где-то 2х4. Приблизительно около. От 8 до 10 квадратов. Приблизительно. Я как бы не замеряю сейчас комнаты, потому что на это уходит большое количество времени. Только когда, допустим, информационный договор на продажу, тогда уже меряю. Все. Все, друзья. Вот показываю эту комнату. Еще раз. Место для кровати. Где-то около метра расстояния. И еще шкаф. Друзья, все комнаты в этих двух домах я вам показал. Дорогие друзья, уважаемые подписчики, мы с вами это сделали. Мы засняли оба дома. Мы засняли все хозпостройки. Вы это все можете просмотреть. Если вдруг, друг, я о чем-то забыл упомянуть, вы можете позвонить. Будет указан номер телефона. Вы сможете позвонить, задать все вопросы, которые вас интересуют. Так, обобщу два дома на земельном участке. Общая площадь 140 квадратных метров. Участок сам 50 соток, полгектара. Вот так вот, друзья. На участке расположены два жилых дома со всеми удобствами. То есть центральная вода, газоэлектроснабжение. Электричество, вот, кстати, подводится столбик. Электричество у нас трехфазное, 380 вольт. Вот, ну, понятно, в доме распределяется одна фаза, будет 220, чтобы вы не переживали. То есть за счет того, что тут целая цеха и так далее, трехфазка, это, конечно, здорово. Далее, по канализации, вот здесь, вот здесь, где клумба, вот это вот, простите, между деревьями, вот здесь, где клумба, здесь большая сливная яма, септик. Тут вот отдушина идет чуть сзади забора. Вот, вот здесь большая яма. Собственник говорит, еще лет 20-30, я, говорит, даю прогноз, ничего не забьется даже близко. То есть, говорит, мы сколько не пользовались, то есть никогда не забивалось. Сам дом кирпичный, то есть основа вот 80-й год, это более свежая пристройка. Это такая огромная, огромная, скажите, веранда в 80 квадратных метров. Крыша у нас, крыша везде металлическая, металлопрофиль, что здесь, что здесь. Ну, тут по черепицу сделано все. Водосток присутствует, окна металлопластиковые. Там в глубине у нас имеется второй дом. Соответственно, я вам сразу объясню, что как бы в первом доме, ну, вот давайте за второй дом скажу. Во втором доме у нас прихожая. Поворот налево будет кухня. С кухни, как бы, есть еще одна дверь, это душевая и раковина там находятся. Если с прихожей повернуть направо, то будет большой зал около 30 квадратных метров. И дальше у нас проход в спальню. Спальня небольшая, где-то около 12 квадратных метров. В первом большом доме вот такая огромная веранда, я вам сказал, размера. Дальше, когда вы заходите, у нас будет небольшая прихожая. Ну, как, ну, сколько там, ну, 4 квадрата, точнее, как крыльцо охарактеризовать, что ли. Вот. А потом будет сразу, как войдете, будет такой зал, гостиная, он же, как бы, и коридором служит и так далее. То есть зал тоже большой, где-то около 30 квадратных метров. Есть небольшой закуток, там можно поставить, как говорится, компьютерный стол, как личный кабинет небольшой. Из зала у нас двери, получается, в кладовую. Там находится насос, который подкачивает воду, а там находится водонагревательная колонка. И еще одна дверь в санузел. В санузел там душевая кабина, там ванна, унитаз, стиральная машина. То есть, как говорится, ну, все сделано чики-чики и теплые полы. Еще, друзья, я забыл, как только вот с... Входите на крылечко, именно первого дома, там еще есть проход во второй, там дверь такая, небольшая вторая комната. Это у нас котельная там находится. То есть там котел, который обогревает оба дома. Друзья, за оба дома платят 5 тысяч. Именно за отопление. То есть дома теплые. По комнатам, продолжу, с зала вы можете попасть, получается, как прихожая, так сказать, назвать, либо проходная комната. Она небольшая, около 9 квадратных метров. Оттуда вы можете, проходите, попадаете в спальню. Спальня изолирована. Если войти во вторую дверь, то там попадете в гостиную. Гостиная тоже проходная комната, 12 квадратных метров. И дальше будет еще одна спальня. Вот по комнатам сориентированность. Значит, зал, две спальни, гостиная, прихожая, санузел, котельная и кладовая. Все, друзья. Ну и понятное дело, вы видели, я вам показал, сейчас опять перечислять, это просто уйдет уйма времени. Два цеха, там для выращивания кур и так далее, можете под собственный бизнес. Большой синик, подвал, что-то типа как гараж, то есть под навесом. То есть у вас все это присутствует. Свинушники, коровники, как говорится, большой сад, много земли. Забор металлический, оптоволокно, интернет, вот он по улице к соседям проведено. То есть остается, как говорится, ждут вас. Все, друзья, я на этом буду заканчивать. Вы видели весь дом. Как бы вы можете оценить, стоит его покупать, не стоит. Это ваше уже личное желание, ваше предпочтение и так далее. Мне немножко только, вот как бы не нравится планировка и потолки. Как бы в спальне получается, ну дюжи маленькие, ребят, ну маленькие. На мой взгляд маленькие, 9-10 квадратов, это очень мало. Все, я на этом буду заканчивать. Хочу попросить вас, если не сложно, пожалуйста, поддержите нас лайками, подписывайтесь на наш канал, оставьте свое мнение об этом доме в комментариях. Всего вам доброго, до новых встреч, до свидания.